Эпопея с семерочкой продолжается. Хозяин припосмотрел, его все устроило, вот, поэтому мы продолжаем. Ну вот, раз, это вот, два, ну и так далее. Личных размеров. Ничего, доступ прямой, так что ничего страшного, бери таковырь. Здесь гораздо сложнее, надо было под эту обечайку снимать, там, базить как-то, вот, оттопыривать ее, оттопорщивать тут, где бак, вот, а тут он, пожалуйста. Сейчас вот сюда какой-то, какой-то упорчик ложишь, и все, и вперед. Великая. Вот, ход дошел до крыла. Начнем с того, что, конечно же, это надо прогреть феном, обстучить. Вот он, упорчик простой из деревяшки каких-то, много в гараже. Здесь вот у нас наконечник сфера, и вот этот вот мягенький, такой подвижный, если надо будет чуть вверх приподнимать, посильнее давить, не делать наколов. Вот. Вот она такая маленькая, умятинка, она где-то сантиметра половиной всего лишь. Вот. Ну, еще, вот такой, что эта деталь крашеная, я в свое время ремонтировал, подкрашеная. Здесь эмэлка, по эмэлке, поэтому берем фен, немножко прогреваем и потихоньку-потихоньку работаем, не торопясь. Почему? Потому что эмэлка, она как бреная краска, и она менее пластичная, и поэтому надо с ней брать на вы, дабы потом не перекрашивать. Сейчас я чуть подсветочку, более красную сделал, чтобы было видно, как будут эти вмятинки. вот, пришлось поставить небольшой такой удлинитель сантиметровый, потому что тут, вот оно, оно просто не доставало. Вот этим вот очень хорошо делается. Вот, как мы видим, тут остальное чуть-чуть, вот, капельку ковырнуть, показываю, практически с двух раз, чуть нагрел, надавил, чуть нагрел, надавил, еще даже не осажу. Вот, прекрасно делается вот такой вот мягенькая подложечка, вот такие вмятинки, капельку-капельку, осталось чуть, вот здесь вот надо осадить, это я вот такой вот ковырялочкой, здесь овал заполированный, мог чуть подковырял, сейчас будем вот эту вот вмятинку вот, вот она видна. К сожалению, снять красиво не получается, но, но делать-то надо. вот она видна, опять же, прогреваем, поднимаем, ну, тут как бы видно, что машинки наши, они слегка поджеваны, вот, но, тем не менее, вот, все видно, что подравнивается. Ребята, не торопитесь, никогда не надо торопиться. Надо все делать потихонечку, контролируя процесс. Как только поторопился, потом начинай все сначала. А в таких случаях может начало-начало начаться с грунтовки, шпаклевки и перекраски, а это никому не надо. В конце концов, я вам скажу так, лучше не доделать, или лучше там делать наполовину, чем испортить. Вот. Или, как бы, кто опытный, тот, как говорится, уже знает, что к чему. А тот, кто, как бы, только начинает, я считаю себя, так сказать, еще в начале пути. Вот. Поэтому берусь, так сказать, многие работы. Кто-то опытный, может быть, и не брался бы, ну, не за эту я имею в виду работу, а за любую другую. Вот. Вот. И, как бы, сказал, нет, не делается там, или я могу сделать это только под покраску. То есть, да, заниматься этим и делать под покраску. По-любому это лучше, чем такими ковалдами бить по машине. Все эти инструменты, все вот эти, в том числе и вот, спот, они, как бы, более грубые, более большие допуски дают. И, опять же, корежат металл. По-любому. То есть, удара металл покореженный, потянутый. Вот. И мы еще такими молотками добавляем. Вот. Почему? Потому что, видите, как вот такими молотками, да, допустим, можно дозировать удар, ну, до сантиметров, до граммов. Никак. Это плюс там 50-100 грамм. Вот. А вот такими молоточками, вот такими молоточками, уже это можно добиться. Вот. При специальной соблюдении специальной нити. Взять там пробойничек, какую-то шишечку забить, где-то крючочком маленьким поднять. Это более тонкая, так сказать, ювелирная рада. Естественно, она и ценится, и окупается, поскольку после таквоты, ну, максимум это грунтуешь и красишь. Это экономия времени, сил, средств и так далее. И денежки ваши тоже экономятся. Поэтому, как бы, такой вид рихтовки тоже очень даже приемлемый, я думаю, будет востребован. То есть, если на первых порах не получается что-то, оно не получается у всех, кто начинает. Все через это проходим мы. Кто чему-то начинает учиться. Поэтому. И под покраску. Раз сделали, два, три, пять, десять. Потом получаться. Ладно, я чуть отвлекся. Надо работать. Это я так. Размышления просто задают много вопросов на эту тематику. Объясните, расскажите, как, чего. Ладно, продолжаем работу. Пока мы с вами беседовали, вмятина сама сделалась. Маленький-маленький там. Сементик надо приподнять. Вот я пытаюсь снять. Только можно острым крючочком приподнять. И все. И так уже на машину смотришь отсюда. Вот. Нормально. Тем более на белой машине это узреть надо уметь. Сейчас подправлю острым крючочком и вперед. И попробуем заняться крышей. Я почему говорю попробуем. Опять же, сегодня видео разговоров будет. Но это важно. Опять же, машина крашеная мылкой. Потолочек здесь, понимает, он несъемный. Вот. Вот. Потолок справляется вот сюда под резинки. Под вот эти. Заправляется под вот эти резинки. Под переднее стекло. Под заднее. Чтобы его снять и поставить это целое дело цеморрой. Поэтому мы этого делать не будем. Вот. Делать этого не будем. И попробуем сделать клеем. Насколько это будет возможно. Вот. Ну что же. Непосредственно на крышу переходим. Тут, скажем. Ну не так уж много. Но их хватает. Я их не буду все тут считать. Оно мне не надо. Вот. Попробуем. Как выпрямляется имелка. Попробуем. Потому что тут снизу крючочком не попадешь. И металльчик, я извиняюсь, тут 0,8. И металл не тот. И покраска не та. Поэтому рот дергать, поворачивать особо тут не катит. Стараемся аккуратненько сделать. Что же. Приступим. Вот. Разбил вмятинку я. Можно аккуратнее. Вот. И чуть дернул. Не особо она и вышла. Эксперимируем дальше. Первый раз не получилось. На второй раз. Ой как снежит. Камера малодорогая. Такое. Ну вот от нее что осталось. Вот. Работаем вот такими маленькими. Самыми маленькими. Уменьше нету. Вот. Ничего. Сбивается. Потихоньку делается. В принципе. И это очень хорошо. Потому что другого выхода я для себя не видел. Только как клеем. Ладно. Положаем дальше. Тут все таки. Вмять не идеально вышла. Сейчас ее надо будет забивать и еще таскать дальше. Поехали. Главное что получается. Подразбив еще раз прогрев конечно же. С прогревом все делаем. Аккуратно не торопясь. Маленький кусочек клея. Прицепил. Ну и уже тут. Кромочку одну вытащила. Вот наверх как мы видим. Вот. Ее сейчас подзабить. И тут уже в принципе. На белой ряду морочится. Потому что. Уже по таким моментам знаю. Лучшее в Радушево. На белой машине уже этого будет. Нифиг не видно. Поэтому не будем заморачиваться. Доделываем. И переходим в следующий. Их тут много. Так что. Хватит поразвлекаться. И как раз потренироваться в забивании. В разбивании вмятин. Вот так вот все делается потихоньку. Вот. Плавную шишечку. Не до отрыва. Не до отрыва. Работать. А так. Понапрягал чуть. Надавил. Зажал. Остил. Чуть спиртика капнул. Опять. Ее почал. И все. Вот. По поводу температуры. 16 градусов там показывается. Как бы ниже я не советую. Не рекомендую. На печке вот. Она там еле-еле вот. Вот. Здесь. 80. 120. Видно. Да. Особо я тут не это самое не топлюсь. Вентилятор. Слышно гоняет воздух. Вот сейчас открою. Потихоньку. Она тут коптится. И все нормально. Вот. То есть не холодно не жарко. Что мы видим. На крыше. Да. Ну там. Плюс-минус 10. Короче. Грубо. 17 градусов. Да. Вот. 17. Градусов. На крыше. Я как бы стараюсь не работать. Почему. Потому что это. Ну. На мой взгляд это холодно. Вот. Зачем работать по холоду. Поэтому. 15. Вот там. 18. 19. 20. Даже рукой вот. Вот. Чувствуешь. Ну. Машина как бы. Холодная. Вот. 18 градусов. Машина. Вот. И вот так. Почему. Клей моментально застывает. Не успел ты. Там. Допустим. Грибок приклеить. Да. Раз. Два. Три. Его уже можно дергать. Там. Лифтером. Или. Обратным молотком. Ну. Как бы. Не советую. Я. Ниже. 17. 18. Градусов. Там. Как бы. Вот. На машине. 17. Ну. Машинка пониже. Тут. Потеплей. Хотя. На потолке. По идее. Должно быть. Теплее. Насколько я понимаю. Вот. Ну. В общем. Вот так. По температуре. Ответ. У меня. Ребята. pretty much. сделал designer, этот с mec. Тве, сделал slice. В ДВШ каулюorniciруюльрую. Насколько я Kühorseк flirtу sujet.